Приветствую всех, кто сейчас смотрит телеканал The Weekend Business. Это программа «Время говорить». Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, конечно, говорю тем, кто смотрит стрим-трансляцию у нас в YouTube. Там она у нас постоянная. Я напомню, что у нас программа интерактивная. Вы можете в любой момент присылать свои вопросы. Вот телефон здесь у меня рядом, номер будете видеть на экране. Итак, Национальный банк сегодня обнародовал свой прогноз по поводу развития нашей экономики на предстоящий 2021 год. Ну и, конечно, дал немножко направление на вот этот текущий, на завершение текущего года. На сайте появилась статья заместителя председателя правления Национального банка. Обсудим некоторые тезисы с независимым экономистом сейчас, с Жарасом Ахметовым. Он подключается по скайпу. Я вас приветствую, господин Ахметов. Здравствуйте, вы здесь? Здравствуйте. Я попрошу вернуть сейчас эту статью нашего режиссера. Вот смотрите, значит, что пишет зампред Нацбанка Аклжан Баймагамбетов, зампредседателя. Значит, ну, во-первых, Национальный банк, кроме своего базового сценария, рассматривает и альтернативные сценарии. В качестве пессимистичного сценария рассматривался сценарий падения цен на нефть до 30 долларов США за баррель на фоне роста мировых запасов нефти из-за ухудшения ситуации с ковид. Реализация данного сценария негативно отразится на экономике Казахстана, приведет к сокращению экспорта, сжатию внутреннего спроса через эффект переноса обменного курса на потребительские цены к ускорению инфляции. Ну, вот такой вот негативный прогноз. Конечно, не факт, что он у нас состоится, но тем не менее. Базовый прогноз, конечно, немножко лучше. Да, спасибо большое, можно убрать. И теперь у меня вопрос, собственно, первый. Как вы можете прокомментировать все эти прогнозы Нацбанка на 2021 год? Ну, и потом мы поговорим непосредственно о том, какие моменты еще стоит обсудить. Пожалуйста. Ну, любой прогноз неточен. Особенно неточен он в экономике. Потому что факторов, влияющих на экономический процесс, слишком много. Всех их учесть в прогнозных моделях невозможно. И бывает, случается такое, что вклиниваются в историю некоторые неожиданные факторы. И они, в общем, могут даже очень серьезно поменять прогнозы. Ну, например, вот как в этом году распространение ковида. Оно поломало все прогнозы, все тренды, все тенденции. Поэтому к прогнозам надо относиться спокойно. В принципе, все смотрят с оптимизмом на следующий год, что, в общем-то, оправдано. Потому что предпосылок для каких-то плохих или катастрофических сценариев нет. За исключением того, что до сих пор неясен вопрос, будет ли вторая волна пандемии. Ну, это уже надо обращаться к специалистам. Если она будет, то, конечно, тогда прогнозы снова все поломаются. Ситуация снова кругом во всех странах получится. Я, знаете, поставил сегодня вопрос вот так, тему нашего обсуждения, с вашего позволения. Все-таки, что, вот, немножечко, ну, решил сыграть в противовесе. Что не так в прогнозах развития экономики от Национального банка? Вот вы ознакомились наверняка с этой статьей. Давайте об этом. Ну, понимаете, Данила, нет смысла обсуждать прогнозы, если ты не видел модели. Не знаешь, какие параметры или факторы... Ну, из статьи, из статьи вам понятно было с этого интервью? Что они... Нет, ну, я больше обратил внимание на то, что зампредседателя Национального банка говорит о негативном влиянии на финансовые рынки государственных программ развития, в том числе предоставление, то есть в том числе субсидирование ставок, там есть программы по фиксированным ставкам. И он, в общем-то, справедливо говорил, что, получается, возникает два канала формирования ставок, это негативно отражается на экономике, на финансовом рынке. С этим я согласен. Там просто выводы у нас разные и взгляд на это... Давайте для начала я попрошу, да, фрагмент, чтобы я зачитаю, телезрителям, чтобы было ясно, о чем сказал зампред Национального банка. Вот смотрите, да, покажите этот фрагмент, пожалуйста. Стимулирование роста экономики через государственные программы требует пересмотра действующих механизмов поддержки с переориентацией их целей и задач. Программы, которые не доказали свою эффективность, должны быть прекращены. Господдержка может оказываться новым предприятием на этапе становления соответствующими встречными обязательствами, но не должна являться постоянным окном доступа к дешевым кредитам. Вот вообще-то, в принципе, у нас последние все годы... Да, спасибо же, спасибо за видео. Последние все годы у нас, собственно, только на это ставка и делалась. Я сейчас понимаю, что Национальный банк выступает критиком этой практики, и нам надо что-то менять. Почему вы, кстати, поддерживаете его? Ну, смотрите. Там это более широкий вопрос, чем просто каналы кредитования экономики. Ключевая вещь в этой статье – это нежелание снижать базовую ставку Национального банка, то есть сделать ее ниже 9%. Если вот мы посмотрим на всю статью, на всю ситуацию в экономике, то мы увидим, что существует сильный спрос со стороны экономических агентов, со стороны наших предпринимателей, сильный спрос на дешевые кредиты, дешевые и длинные кредиты. Рынок их не предлагает. Рынок не может их предлагать, потому что банки у нас фондируются дорого и фондируются на короткие и средние сроки. То есть длинных денег от банков ждать очень сложно. Единственным окошечком, которое позволяет хоть как-то и кому-то получить дешевые и длинные деньги, становятся государственные программы. И в них пролезает кто как может, у кого как получится. Наши государственные программы поддержки экономики, они создают и формируют неравные конкурентные условия, они искажают конкурентные стимулы. И тем самым является не локомотивом экономического роста, а наоборот барьером или тормозом. Неужели они так сильно влияют на это все, на эти все вопросы? Но ведь это же не доминирующее влияние они, мне кажется, оказывают. Их капля в море. На мой взгляд, их нужно еще больше делать для того, чтобы хоть как-то поддержать бизнес. Нет, смотрите, вот тут мы вступаем в такую вещь. Искажение конкуренции это очень сильный фактор. Когда немногие получают много, а многие ничего не получают, происходит искажение стимулов развития. Искажение стимулов развития сказывается на всех. То есть если, скажем, только 10% получают государственную поддержку и получают конкурентные преимущества, не от того, что они что-то сделали, что-то внедрили, а просто от того, что добились, пробились в государственной программе поддержки. И это сразу сказывается на всех 90%. Это очень важный показатель. Стимулирование, дестимулирование развития, то есть искажение стимулов, точнее, экономического развития, оно очень важно. Как только вы искажаете стимулы, оно сразу сказывается на всех. Что нам делать в этой ситуации? Вы поддерживаете Национальный банк, нам надо пересматривать все программы развития в таком случае? Нет, я не поддерживаю Национальный банк, потому что Национальный банк стоит на традиционных рельсах. Он говорит, давайте оценим, какие программы эффективны и какие нет. Эффективные оставим, неэффективные выбросим. Но на самом деле жизнь же меняется постоянно. Вот сегодня вроде бы проект кажется эффективным. Мы его профинансировали через государственную программу, а через три года вдруг выясняется, что он неэффективный. Нам же неизвестно наше будущее. Мы же не можем из сегодняшнего дня определить, как выстрелить проект, насколько он будет эффективен через три года. Поэтому существует предпринимательский риск, когда предприниматель берет риск на себя неопределенного будущего. Государство в очень редких случаях, в очень редких обстоятельствах может брать на себя такие обязательства. Например, когда инфраструктурному строительству, железных дорог больше строить, автомобильные дороги улучшать. Оно берет риск будущей эффективности на себя. И да, потому что это общая большая теория, потому что там частный капитал, такие неопределенные риски, которые распространяются далеко в будущее, никогда не пойдет. Ну и плюс там сроки окупаемости. Да, вы упомянули базовую ставку, все-таки она у нас, как некоторые аналитики говорят, довольно высокая, и Национальный банк не хочет ее снижать. Это оправданно или нет? Потому что от этого же зависит цена кредита для малого и среднего бизнеса и в конечном итоге развитие экономики. Вот смотрите, почему Национальный банк не хочет снижать? Об этом в статье говорится, потому что опасаются роста инфляции и ослабления тенге. Инфляция это очень сложное явление, многофакторное явление, состоящее из многих компонентов, которые в разных странах в разное время по-разному себя проявляют. Вот базово, то есть если вот так очень грубо говорить, если экономика способна отреагировать на рост денежного предложения, соответствующим ростом товарного предложения, то тогда кратковременный инфляционный всплеск не страшен, он послужит наоборот стимулом для экономического развития. И если экономика не способна отреагировать на рост денежного предложения, ростом товаров, то тогда начнется раскручиваться маховик инфляции. И в общем-то там... Ну вот Национальный банк считает, что второй вариант, который вы сказали. А вы как считаете? Ну не, ну получается, судя по всему, получается, что Национальный банк считает, что наша экономика не в состоянии адекватно отреагировать на рост денежного предложения и соответственно ответить ростом товарного предложения. Но тогда надо заниматься проблемами, почему не способна. Это уже вопрос к правительству, кстати. Это вопрос не только к правительству, это вопрос ко всему обществу, начиная с главы государства и заканчивая там простым рядовым гражданином. Почему мы все никак не способны отреагировать на рост денежного предложения в ростом товарной массы? Логично. А это уже выходит за рамки простых макроэкономических моделей. Это уже институциональная экономика, это уже вопрос скорее к общественно-политическому устройству страны. Серьезно, давайте так, оптимальная на ваш взгляд сейчас базовая ставка какая должна быть? Ну я никогда не считал, это вопрос моделирования, но я бы сказал так, если мы верим, что наши предприниматели на рост денежного предложения могут адекватно ответить ростом товаров. Если мы считаем, что наше население считает, что власть наша прочная и устойчивая, ей ничего не угрожает, то можно смело снижать до 3%. В России центральный банк, если я правильно помню, до 4,5% снизил, и в общем там луна на землю не упала, мир не перевернулся, и ничего не случилось. Ну вот только Навального отравили, а так в общем больше ничего не случилось. Но какие плюсы от вот такого шага тогда? Давайте нашим телезрителям все-таки объясним, почему это важно. Почему это важно для развития экономики? Ну потому что, вот смотрите, мы уже давали несколько материалов у вас на канале про бежевую книгу, и вот мы сейчас готовим первый выпуск, смотрим результаты опросов предпринимателей, и мы просто видим высокий спрос на длинные и дешевые деньги. И более того, мы видим в наших моделях, что рост дешевого денежного предложения, он сразу же сказывается на способности улучшить финансовую ситуацию фирмы, увеличить производство, увеличить количество рабочих мест. То есть предложение дешевых денег, оно должно стать сразу же толчком для экономического роста при двух условиях. Условие первое, что наша экономика в состоянии адекватно отреагировать на рост денежного предложения. Ну как вы сказали, да. Это большой вопрос, мы еще не знаем на него ответа, потому что этим никто не занимался. Кстати говоря, извините, Данил, я оторвусь, отвлекусь точнее. В январе на расширенном заседании правительства глава государства давал поручение Министерству экономики и Национальному банку разработать модель, при котором можно было бы расширить предложение дешевых денег, и при этом не нанести большого ущерба с точки зрения инфляции, и не допустить роста высокой инфляции. Была создана рабочая подгруппа после того, что разрешено заседание правительства. Прошло уже сколько? Февраль, март, апрель. Да год уже почти. Мазь, июнь, июль, сентябрь. Ну вот июль. Семь месяцев прошло. И о результатах работы этой рабочей подгруппы ничего не известно. Вообще работает ли она, есть ли у них какие-то идеи, ничего не понятно. То есть на самом деле мы видим, что, ну я не знаю, можно ли так сказать, что как-то по рутине главы государства не исполняется. Но результатов исполнения мы не видим. А глава государства об этом говорил, потому что он, в общем-то, понимает важность этого вещи. Совершенно верно. В принципе, я это понимаю. И спасибо, что вы это разъясняете. Давайте, да, у нас уже осталось не так много времени прямого эфира. Я просто хочу еще одну тему обсудить. И в связи вот с вопросом развития нашей экономики, вопрос растущего внешнего, долго обсудить. Ее поднял депутат Перуашев. Он сказал, что каждый должен какому-то там заморскому дяде уже под 9 тысяч долларов. Вот давайте послушаем, что он сказал. Пожалуйста, и потом прокомментируем. Во-первых, это статистический расчет, то есть из-за общей суммы внешнего долга на количество жителей. При этом надо из них выделять сумму собственного государственного долга и сумму квазигосударственного сектора. Там, значит, по госдолгу у нас 12 миллиардов и по квазигоссектору 24-25 миллиарда. Где-то так. Значит, поэтому статистически на одного человека хватит 9 тысяч долларов. Но, значит, госдолг и гарантируемый государственного долга, то, что вложится, собственно, на наш бюджет, это сумма, значит, она вот порядка 36-37 миллиардов. Но в любом случае это огромные цифры. В любом случае это цифры, там порядка, значит, нескольких тысяч, которые вложатся на наши пляжи. Проблема с чем связана? Проблема связана с тем, что если займы, которые делают государственные органы, они проходят ратификацию, согласование в парламенте, то займы квазигоссектора делаются, значит, якобы под их обязательства, но при этом ясно, что собственникам и гарантам их обязательства выступает государство. Эта цифра, значит, приведена в рамках интервью, значит, газеты «Деловая неделя», где я говорю о необходимости расширения полномочий парламента. И в том числе о выселении парламентского контроля за деятельностью квазигоссектора. Один из видов этого контроля – это утверждение бюджетов и отчетность квазигоссектора перед парламентом и о своих расходах, и о внешних замерствах в том числе. Я считаю, что наиболее эффективным способом удержания внешнего долга от избыточного роста является именно прозрачность деятельности квазигоссектора перед парламентскими институтами. Ну, давайте ваш комментарий, все-таки. Внешний долг, настолько он страшен сейчас, его объемы, размеры и ситуация с тем, как он растет, или нет? Ну, начну с последнего предложения уважаемого депутата. Я вот полностью согласен с тем, что надо расширять полномочия нашего парламента. Потому что это все-таки, как бы там ни было, представительный орган власти. То есть они представляют нас, потому что мы за них как бы непосредственно голосовали. Ладно, по выборам сейчас получим злобных комментариев, но формально это так. Я всегда за любое расширение полномочий парламента, за контролем над исполнительными органами власти и над квазигосударственным сектором. От этого будет общественное благо только расти. Чем больше будет контроля, чем больше будет прозрачность, тем будет лучше. Что касается госдолга и долга квазигосударственного сектора, он еще не критичный. Он, конечно, вызывает своими абсолютными значениями некоторый испуг, но на самом деле он не критичный. Речь идет где-то о 25-30%, может быть даже меньше, от ВВП. Доходы бюджета позволяют его обслуживать. И мы еще не дошли до той стадии, когда размер государственного долга разрушает и разъедает всю финансовую систему страны. Другой вопрос, что наблюдать за ростом государственного долга надо. И вот как раз это точка зрения прозрачность и расширение полномочий представительных органов очень важно. Это первое. Второе. Очень важно понимать, а зачем берется государственный долг? Если он берется на развитие и если бюджетные расходы ведут к экономическому росту, ну, в общем-то, все более-менее нормально. Если же он берется на проедание и экономическим ростом не сопровождается, тогда это основание для того, чтобы убить тревогу. И последнее. Да, да, да. У нас время просто заканчивается, да. Да, последнее. Надо, когда мы говорим о госдолге, надо всегда параллельно, эту вот подсказку уважаемому депутату, параллельно всегда говорить об эффективности бюджетных расходов. Потому что у нас их эффективность низкая. Об этом, в общем-то, все знают. И поэтому, когда правительство или классный госсектор хочет увеличить госдолг, надо у него спросить, а что он сделал для повышения эффективности расходов, чтобы деньги в трубу не вылетали. Спасибо. И вот только они покажут, тогда можно будет говорить о госдолге. Спасибо. Спасибо большое. Это был Жарас Ахметов со своим мнением относительно предстоящего экономического развития. Также мы обсуждали вопрос госдолга, который сейчас активно обсуждается в сети. Много комментариев. Смотрите нашу программу на сайте inbusiness.kz, а также каждый будний день на нашем телеканале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok